Всем привет! Сегодня у нас 16 посылок, они все из разных магазинов, тут Gearbest, Aliexpress, может GD еще какой-нибудь проскакивает, но не коллекция GD, а какой-нибудь продавец из GD. Давайте мы все сегодня распакуем, если что-то будет более интересное, достойно отдельного видео, отдельно сниму. Итак, распаковали все, давайте посмотрим теперь по очереди на все. Вот это вот из магазина Banggood, мне долго не шла сумка, я им написал, что ребят, нету сумки, пришлите, мне нужен товар. И магазин Banggood написал мне в ответ, что мы вышли вам новую сумку. Выслали и буквально через несколько дней, 3-4 дня я на почте получил сумку. Получается у меня теперь за одни деньги две сумки. Ну я свяжусь с продавцом, вот, ну скорее всего у меня такая была один раз ситуация с Banggood, с каким-то кофеечным товаром, и они мне в прошлый раз написали ничего страшного, типа забирайте, все окей, вот. Ну я им напишу, вот, отличная вот такая вот сумка. Отличная вот такая вот сумка с застежечкой. Есть небольшой запах, но здесь она приятнее пахнет, чем в прошлый раз. В прошлый раз пахла какой-то химия. Здесь ничего такого нету, то есть отличная сумочка, вот. Вот, все прекрасно. Сюда можно либо там для сохранения тепла, либо для сохранения холода ложить разные товары. Ну, откладываем. Далее вот такая вот канистра, давайте на нее посмотрим. Сделано из приятного на ощупь пластика, такой плотный, вот. Давайте попробуем разобрать. Здесь есть краник, включить-выключить, то есть он OFF. Вот. Так он работает. Вот, теперь открыто. Видно? Теперь закрыто. Вот. Давайте попробуем без воздуха. В общем, вот такая вот 5-литровая канистра, набирается вода в нее и на природу куда-нибудь. Вот. Как бы особо разглядывать здесь нечего, поэтому... Вот. Откладываем ее. Далее. Далее давайте посмотрим... На что же посмотреть? Давайте посмотрим на лампочку. Лампочка эта не одна, я заказывал их много, и каждая вторая лампочка приходила испорченная. То есть одна лампочка рабочая, вторая не рабочая. Давайте проверим. Возьмем, проверим. Вот. Надеюсь, это рабочая. То есть я надоело писать, я уже даже по теме, получается, одну мне перевысил. Я дальше уже даже не писал. Магазин это... Вот. Это рабочая. Отлично. Я даже не писал магазин, потому что уже реально надоело. Каждая вторая не рабочая. Ну и ладно уже, они мне говорят, мы вам вышли, перевыслали, а вторая тоже не рабочая. То есть это из магазина Роузыгал. Отличная лампа. Далее, коралки это из магазина Эбэй. Вот такие вот тапки-каралки с мягкой подошвой, очень мягкая подошва. Вот. Тянутся якобы. Но походу я по размеру, наверное, не угадал. Но сейчас попробую поверить. Все же угадал с размером. Вот так они выглядят. Простенько, мягенькие. По песочку, по ракушечкам можно щеголять на водичке, на морях. Вот. Ну, выглядят прикольно. Прикольные, мягенькие, удобные. Мне нравится. По материалам прошиты неплохо, но вот здесь, в концах, вот такая вот косячок есть. У меня размер ноги 26,5 см. Вот я брал XL. Мне они подошли. Ну, в принципе, они тянутся. Плотненько сидят, уверенно, хорошо, ногу не давят. Все отлично. Откладываем. Далее, 4 пары женских трусиков. Будем смотреть. Вот, они упакованы в два пакетика, по две штучки в каждый. Вот. Кстати, качество, ну, насколько я понимаю, довольно-таки неплохое. По одному доллару они продавались или что-то такое. Разного цвета взял. Для жены, как бы. Вот. А, там один размер был, поэтому типа универсальный. Вот. И, ну, судя по размерной таблице, должны были подойти. Ну, проверим. В общем, проверим. Давайте откладываем. Далее. Вот это вот, что это такое? На простыню какую-то похожую. Не на простыню. А. Ну, это, наверное, не скатерть. Это фартук. Ух ты! И он большой. И это я покупал, по-моему, на GearBest. Ну, точно ссылка будет в описании. Вот такие вот цветочки. Нитки торчат везде. Ну, это как бы рукой вытягивается. То есть, это какие-то недоработки швеи. Вот. Вот здесь плохо прошито тоненько. Вот так торчит. Пообрезать нужно вот здесь. Ну, давайте попробую померить. Вот так это выглядит. Здесь вот такие вот, получается, кольца в них продеваешь, руки. Вот. Сидит на мне интересно, хорошо. Можно готовить смело блины в них. Вот. Карманчик, карманчик. В этот карманчик положили какую-то бумажку. Вот. Ну, в общем, качество оставляет желать лучшего. Но выглядит довольно-таки симпатично. Учитывая качество, точнее, учитывая стоимость, за которую был куплен этот фартук. Ссылка будет в описании на акцию. Вот. Ну, вот эти вот косяки можно закрыть на них. Глаза. Вот здесь какая-то штука вот. Ну, в общем, неплохо сделано. Стильно, прикольно. Ну, вот нитки нужно будет ножницами пройтись, пообрезать вот это все, по-вычищать. Вот. В остальном, как бы, я, в принципе, доволен. Все, откладываем. Далее. Ремешок. Ремешок взял для бипа. Должен подойти. Кстати, он приятный на ощупь. Намного приятнее, чем биповский. Вот. Ремешочек. Давайте попробуем его на бип зацепить. И он не подошел. Я не помню, будет ссылка в описании. Я не помню, но, по-моему, я его, как бы, брал для бипа. Но, вот он шире, буквально там на 2-3 мм. То есть, он не подходит сюда. Вот. Ну, скорее всего, я его брал для бипа. Ну, может быть, я ошибся и взял не тот. Ну, это была распродажа. Скорее всего, я среагировал на цену, а ошибся в размерах. То есть, ну, скорее всего, он для бипа не предназначен. Не предназначен этот ремешок. Наверное, для более старших моделей каких-то. Далее. Далее вот такая вот штука. Это у нас клинер для очищения лица от прыщиков. Вот здесь какой-то косяк по пластику. Ага, мы убрали его. Отсек для батареек. Вот он. А, и он же является кнопкой включения. Да. И он же является кнопкой включения. Хлипко сделан так, пошатывается. То есть, ну, я не думаю, что она эта кнопка долго проживет. Вот. Ну, учитывая, что это бралось там за какие-то вообще мизерные копеечки. Вот. Одна батарейка нужна. Сейчас попробуем. Вот. И здесь вот эта вот насадка, она снимается и моется. Вот. И крышечка, колпачок. Сейчас я попробую найти батарейку. Попробую его. Ставили батарейку. Одеваем крышечку. И вот он сразу погнал. Причем, причем он включается. Сразу я еще не довел его до включения. Вот. А, вот. Теперь нормально. Ну, и я попробую. Я не буду на камеру процесс снимать процедуру. Просто скажу сейчас, что получилось. Вообще, как оно работает, не работает. В общем, по моему мнению, я только что повозюкал. Вот несколько прыщиков он у меня высмокнул. Не знаю, будет видно на камеру, нет. Вот беленькая. Вот. Но оно присасывается, да? То есть, оно работает и оно присасывается. Вот. Видите? Но вот это вот... Эффекта вот этого. Вот. Этого эффекта мало для того, чтобы высмоктать прыщики. И, видать, он высмоктал парочку, которые были на поверхности. Но вот то, что сидит поглубже, он никак не справляется. Поэтому вот этот вот конкретный аппарат я советовать не могу, не рекомендую. То есть, ну, возможно, попробую когда-нибудь, если будет что-нибудь еще подобное по распродажам, попробую еще купить какой-нибудь еще попробовать. Вот этот же он, ну, сколько там, два прыщика у меня выдавил. Точнее, вытянул. Но очень слабо у него это получилось. Вот. И, в общем, не то пальто. Откладываем. Далее. Давайте посмотрим вот на... Вот это. Это значки из JD-магазина. Вот. Я опять купил их несколько. По отдельности упакованы, чтобы не поцарапались. Они сейчас покрыты защитной пленочкой. То есть, перед эксплуатацией повесили куда-нибудь. Потом защитную пленочку ободрали. Вот. И вот он получается такой глянцевый, гладенький. Классные значки акриловые. Вот. Такие разные я купил. Гагарин был у меня. Вот этот был. Вот этот был. Вот этот был. Некоторые я раздарил. По-моему, по 70 центов они были. Давайте по три на ладошку буду ложить. Подносить к камере. Вот. Раз. Классные значки. Откладываем в магазин JD. Далее. Далее давайте посмотрим, что в этой коробочке. Ага. Это вот такая светящаяся штука. Вешается на пятку ноги. Оно, кстати, туго открывается. То есть, я думаю, что оно может даже больновато будет пятки. Не знаю. Ну, посмотрим. Вот такая вот подсветка. На пятку. На обувь одевается. И можно подсвечено. Причем это что получается. Я две штуки купил. Сейчас такие вот штуки здесь, чтобы можно было одеть на обувь. Чтобы оно не скользило. Но они могут повредить. Вот эти вот остренькие штучки могут повредить обувь. Вот так это выглядит. То есть, сцепляем. Вот. Поплотнее зацепили. Но неудобно оно сидит на ноге. Может, у меня нога большая для этого. Плюс оно, вот видите, в общем, съезжает. Здесь мне на кость давит. Вот. То есть, съезжает туда-сюда. Может, для более маленькой. А, вот так вот. Вроде плотнее вставил. Вроде бы ничего страшного. Ну, в общем, штука такая. Ну, на пять минут поиграться. Она неудобная, непрактичная. Вот. То есть, если кто думал себе купить, не покупайте. Это бестолковая вещь. Вот. Ну, она мигает, да. Ну, куда-нибудь на рюкзак разве что повесить. Или еще куда-нибудь. Ну, на ногу оно неудобно. Давит. И я думаю, что во время ходьбы или еще что-нибудь она спадет. Эта штука просто. Даже если у нее есть эти зубчики, которые впиваются в обувь. Посмотрю еще, как может на обувь ребенку. Может, на более маленькую ногу. Там на обувь будет удобней. Но, мне кажется, то есть, мое мнение, сейчас это бестолковая вещь. Далее посмотрим на пищалочку. Сигнализатор поклевая. Вот, в общем, выглядит вот так. Это одевается. Вот сюда. И сюда. Чтобы можно было зацепить на удочку. Или куда-нибудь. Ну, чтобы она не скользила. Вот. Далее она вот, ох, как пикает. Вешаем ее на удочку. Здесь продеваем леску. И когда будет поворачиваться эта штука, то есть, он должен сигнализировать. Но, что-то непонятно. То есть, он сигнализирует, когда я нажимаю кнопку. Так, батарейки тоже не достаются. Туго так. Здесь вот отсек для батареек. Но что-то он вообще не открывается. Для включения мы зажимаем кнопку и поворачиваем. И он включается. Вот. Так, опять выключился. Так, зажимаем кнопку и поворачиваем. Вот. Теперь он у нас реагирует. Что-то заглючило его. Реагирует на малейшее движение вот этой вот штуки. То есть, мы вставляем вот сюда леску, продеваем. И когда рыбка начинает двигаться, она дергает эту штуку. И он начинает сигнализировать. Ну, пищит громко. Так, вредно. Буду на рыбалке. Посмотрим, как теперь отжать эту кнопку. Ага, просто нажимаем еще раз. И она выскакивает. И теперь отключена система. Можно двигать. Вот, прикольная штука. То есть, ну, мне нравится. Попробуем, когда буду на рыбалке. Далее давайте посмотрим на вот это. Кстати, это, скорее всего, из JD из магазина. Хочу заметить, что JD заключила договор с Укрпочтой. И реально сейчас посылки приходят за 12-14 дней. То есть, раньше такими сроками мог похвастать только Гербест. Сейчас они еще заключают с новой почтой договор. Магазин JD. Поэтому, я думаю, скоро будет все отлично приходить. Вот этот кошелек заказывал для жены. Запасной ей нужен. Вот так выглядит. Для карточек, для документов. Небольшой кошелек. Сделано довольно-таки неплохо все. Мягенький вот здесь снаружи. Вот. Симпатично все сделано. Вот такой женский кошелечек. Что-то я тут уже потянул. Она приклеилась. Прилипла. Да, прилипла. Я потянул и растягивается немножко вот эта вот штука. Ну, не суть. Вот это еще можно вот так сюда положить какой-то документ. И повесить как бейджик, допустим. Или, когда не нужно, положить сюда. Вот. Но желательно вытягивать не за эту штуку, а за нее, за саму. Потому что... И второй должен быть такой же самый. Это я покупал уже для мамы. Вот. Бирюзовенький такой цвет. Все то же самое. Вот. Для карточек. Отсеки вот. Вот такой. Для монеток. Вот. Ну, и эта штука. А вот здесь эта штука пришита хорошо. То есть... Вот. То есть не растягивается так, как там. Вот здесь брак, видать, пришили. А надо было еще сильнее ее внук же пришить. Вот. А получается здесь она немножко оборвалась. И такой вот бракок небольшой. Прикольные кошелечки. SGD. Это из магазина. Далее. Вот такой вот универсальный ключик. Отверточка. Открывачка. Пилочка. Пилочка. Ножичек. Ножичек, кстати, немножко острый. Открывачка. Режет немного. Я не думаю, что он бумагу будет резать. Но довольно-таки неплохой. Вот. С обратной стороны вот такая отверточка. Вот это... Я не знаю, что это такое. Вот. Вот. Ну, прикольная вещь. Брелочек на ключи повесить. Вот. Вот. Легко отстегивается. Не помню, в каком магазине был. Найду ссылку. Добавлю в описании. Откладываем. Ну, и последнее, что у нас пришло, это из магазина Gearbest. Это противокомаринное устройство такое. У нас идет коробка. Вот такая вот коробка. Идет у нас вот такая вот бумажка. Вот. И само устройство. Оно очень легкое. То есть, вообще, ну, пушинка. Вот так вот выглядит. Вот. Давайте попробуем включить. Сейчас комаров немного, но можно... И работает она от USB. Вот. Короткий шнурочек USB. То есть, по сути, будет работать даже от... Пауэрбанка. Да. Работает от пауэрбанка. Включился. Сразу засасывает туда воздух. Вот. И, наверное, идет подсветка. Туда летит комар. Наверное, попадает туда. Его засасывает. И его молотит. И он попадает вот сюда в рефрижератор. В этот. Я думаю, что он должен сниматься. Это давайте отключим. И попробуем посмотреть. Да. Снимается. Все я правильно отгадал. То есть, вот здесь будут мухи. Всякая вот эта комашка должна, по идее, падать сюда будет. То есть, вентилятор, который находится внутри, их бьет. И они падают сюда. Высыпаются. Вот так. Принцип такой вот простой. Я думал, будет какая-то там электрика электричеством шарахать. Как сейчас модно. Мух там и комаров. Лампочки всякие током убивают мушек. Вот. Нет. Здесь все делает вентилятор. Ну, выглядит все достаточно хорошо, качественно. Я постараюсь, если лучше найду какую-нибудь мушку. И попробую ее сюда подбросить. Как оно, что с ней будет. На этом у меня все. Ставьте лайк. Подписывайтесь. До новых встреч. И удачных покупок. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok